Болезни сердца и сосудов Перечень Практическая кардиология развивается в двух направлениях – терапевтическая кардиология, кардиохирургия и терапевтическая. Кардиология применяет консервативные методы, медикаментозные препараты, санаторное лечение для лечения болезней сердца и сосудов. Перечень Брадикардия, тахикардия, аритмия, экстрасистолия, вегетососудистая дистония, атеросклероз. Сосудов, артериальная гипертензия, стенокардия, инфаркт миокарда и шимическая болезнь сердца. Сердечная недостаточность Миокардит, перикардит, эндокардит, хирургическая кардиология оперативным. Путем устраняет врожденные и приобретенные пороки сердца и другие поражения сердца и сосудов. Осуществляет протезирование клапанов и сосудов сердца. Исследование функций легких, дыхательной системы человека при помощи радиоактивных изотопов. Известно, что при диагностике сердечных патологий параллельно проводят и исследование функций легких. Ведь без нормальной работы этого парного органа, не будет хорошо функционировать и сердце. Для изучения функций легких, кроме применяемых ранее методик с радиоактивными газами, ксеноном и криптоном, предложены новые. Методы изучения перфузии и вентиляции легких. Исследование функций легких и всей дыхательной системы сейчас также активно проводится при помощи радиоактивных изотопов. Для исследования кровообращения в этом органе применяют макроагрегаты J131 альбумина, получаемые из обычного все того же J131. Альбумина, нагреванием его в течение короткого времени при Т79-80 градусов. Введенные в кровоток частицы макроагрегатов альбумина величиной 1050MICRON задерживаются в первой на их пути капиллярно-альвеолярной Сети органа на срок, достаточной для сканирования. Тонкие, нежные хлопья макроагрегатов альбумина быстро распадаются в легких. Микроагрегаты после распада переходят в кровоток и поглощаются ретикулы эндотелиальной системой печени и селезенки. Осложнений при применении этой методики не наблюдается. Сканограммы дают отчетливое представление о кровенаполнении легких и о препятствиях, возникающих на пути легочного кровотока. Для изучения легочной вентиляции и состояния легочных воздухоносных путей применяют метод сканирования легких после аэрозольной ингаляции различных радиоактивных изотопов J131-Бенгалрос, радиоактивного коллоидного EU198, J131-Гиппурана и ДР. Как это работает? Оптимальная величина частиц для распыления – от 5 до 1,5-МICRON. Период полувыведения препарата из легких – около 2-х час. Доза облучения организма и легких невелика. При частичной или полной непроходимости бронхиального дерева частицы аэрозолей не проникают в пораженную область и на сканограмме. Отмечается частичное или полное отсутствие радиоактивности в пораженной области. Видео «Профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний». Прочитайте по теме.